Спорткомплекс Олимпийский не видел такого обилия звездных имен. Кого-то только нельзя было не встретить. Певцы, танцоры, артисты, политические деятели. И всех этих людей объединила одна единственная женщина. Женщина, которая поет. И как поет? Ее песни давно уже стали классикой нашей эстрады. Алла Борисовна Пугачева. И именно для нее единственный и любимый Филипп Киркоров совместно с корпорацией Райс Лицес организовал незабываемый вечер, на котором собрались практически все звезды нашей эстрады и пели песни из репертуара «Народная любимица». А вот у вас не возникало такое ощущение, что кто-то может быть может как-то стушеваться петь те песни, которые великолепно пела Алла Борисовна? Ведь мне кажется, лучше, чем Алла Борисовна, эти песни уже никто не споет. А задача другая, подарок. Это настолько уже классические песни, что даже это интересные публики будут. И не уверен, что никто не будет сравнивать. Вот Алла спела лучше, вот так. Наоборот, все будут говорить, кто как лучше придумал из артистов. Конкурс будет среди артистов сегодня. Какая самая любимая песня из репертуара Алла Борисовна для вас? «Осенний поцелуй». Эта песня мне посвящалась. Этот вечер был сюрпризом и для самой виновницы сего торжества. Ну, сначала, конечно, я отвергала это со страшной силой, потому что это не моим характером, конечно, вот такие юбилеи, тем более, что у меня и дата какая-то не очень круглая. Но когда я поняла, что это не столько день моего рождения, сколько вот именно второе рождение песен любимых народом и мною, то, конечно, я так волнуюсь, что-то, не знаю, конечно, мне легче было все само это сделать, наверное. Артисты старались изо всех сил. Даже Осип Кобзон впервые запрыгал на сцене, чего не позволял себе никогда. И правда, что только не сделаешь для такой женщины. А тем временем в Куларах мы встретились еще с одним почитателем Аллой Борисовны. Вы знаете, Алла Борисовна меня сопровождает с детства. Она об этом, правда, не знает ничего. Вот, начиная с Эрликина, я учился тогда в классе, наверное, в каком я учился в классе? В четвертом, может, или в пятом. Вот, и заканчиваю последними песнями. Она все время была со мной. Первая любовь связана с Аллой Борисовной. И не первая тоже. В общем, целая эпоха, на самом деле. Целая эпоха. Она легенда. Филиппу здорово повезло, я должен сказать. Вы находите сходство с Филиппом? Вы знаете, он мне как-то показал свой паспорт, да? Ну, начальство все-таки надо паспорт предъявлять, когда общаешься. Вот показал паспорт. 16-летний Филипп. Одно лицо со мной. Тоже 16-летним. Сейчас вы видите, он красавчик, а я вот такой вот. А вот политический красавчик. Просто лучший, лучший наш. А концерт все продолжался. Исполнители непрерывным потоком шли и шли на сцену. А сколько сегодня зрителей присутствует на концерте? Ну, теоретически, столько, сколько было билетов. 14 тысяч, но, по нашим сведениям, еще пару тысяч как-то просочилось. Потому что, в общем-то, места, на которые билеты не продаются, неудобные, тоже целиком заняты. И, наконец, настал момент, которого с таким нетерпением ждали все. Сюрприз от Аллы. Это была та песня, с которой Пугачева поедет на конкурсы Евровидения. Примадонна снова покорила публику, как, впрочем, было всегда. Счастья вам, Алла Борисовна, и новых побед. С днем рождения. Алена Макарова, Тарелла Втенделян, специально для программы «Доброе утро».